изгородь все разломали ну что тут самый натуральный срач что мы наблюдаем ну целая помойка свалка в общем переход в ужасном состоянии где он незначительно конечно был этот переход переход то дальше вообще но тут в основном раньше был переход и вот теперь все равно что осталось вот тут с прошлых лет так до сих пор лежит, валяется никому не надо ничего только яму раскапываем чтобы где-то народ не прошел и больше ничего вот пожалуйста до сюда с Дзержинской телевидения даже не доберется никогда а надо бы добраться сапоги б надели болотные и вперед снимать репортажи что творится по железной дороге вокруг города Дзержинска и всего прочего собираем здесь картину такую опять же везде простой везде вообще сплостной везде срач больше никак не зовешь это ужас что творится здесь в этом проходе когда-то был здесь проход до того как тут не заградили да и то все уже разградили разломали все вот ну что скажу это вот такое вот уважение к природе это вообще с ума сойти что тут происходит ну кто тут так устроил такой вот очень сильный бардак это только остается говорить о чем или жители Бабушкина через дорогу которые могут сюда позволить притащить все это и сюда все бросать или ближ ближайших гаражей которые идут по улице Терешковки одно из двух разбираться я не знаю кому тут придется но похоже похоже здесь надо наводить порядок во что бы то ни стало так что власти города Дзержинска обратите на это внимание это вообще ужас что происходит за последнее время ну неужели сюда репортеры Дзержинска не могут сюда даже дойти или где-то что-то в городе снимать можно а сюда ноги не доходят нет вот сизвольте вот сапоги вот оденьте и пройдите сюда и поглядите что творится а то никому нет дела никакого вот ну что все кино закончилось неоднократно мы говорили о том что нельзя трогать народное достаньяние города который веками люди ухаживали высаживали возводили такую красоту и теперь что происходит происходит наглядно застраивают уже весь зеленхоз это так называемый питомник относительно который относится к дендрарию значит прилегает участок и вот посмотрите что творится все до сих пор уничтожается гробится деревья декоративные кустарники лекарственные вместе с почвой все это уже наносится вред непоправимый вред природе что я хочу дальше сказать не задумываются люди о том что в будущем ничего не останется ничего не останется кроме кроме асфальта и бетона больше ничего в этом и суть что больше человек не проживет сколько положено он во многом себе укоротит жизнь за счет того что вокруг себя все уничтожает это природу задумайтесь над тем что творите подумайте по-хорошему пока не поздно мы находимся сейчас в городском дендрарии города Дзержинска известного вот что скажу март месяц 22 число 2017 год прекрасно когда вот стоит природа тихо вокруг свежо и очень буквально насыщенность такая прекрасным воздухом чистым буквально чистым воздухом но ко всему есть одно есть но постоянно я говорю лес начинает маленько подбираться так скажем людишки такие шаткие такие ушлые что начинает маленько леса наш потихонечку щемлять где-то срубать где-то вырезать строить дачки какие-то которые каким-то образом выкупаются и продаются это непосредственно под покровительством наших властей все это делается вот я хочу что сказать то что смотря на все это слов конечно много говорить не буду потому что уже и так я буквально в других репортажах уже рассказывал если этот репортаж кого-то привлечет то я хочу сказать что давайте к всем месте беречь природу пока она еще дает пользу нам природы не будет никакой пользы больше не будет не будет природы не будет и нас вот а теперь сейчас спросим вот у пожилых людей которые вот нам идут навстречу вон скандинавской ходьбой занимаются старушки старенькие вот и спросим у них по существу как они относятся к такому вопросу чтобы сохранить наш дендрарий дальше и чтобы этого больше не продолжалось ни при каких случаях здравствуйте о физкульт привет ну как у нас это самое желание не распало с этой ходьбой как она называется скандинавская а скандинавская ходьба понятно я вот видел дайчик прошли а вы чем занимаетесь нам они просто спросите вот вы постоянно здесь гуляете вам вас не нравится здесь нравится вас то превратили мне нравится нет вас то превратили это понятно я вам объясню ну вот так по-человечески если вот так вот здесь отдыхать это хорошо правильно потому что потому что я защитник нашей природы да вот ну я представляю себя значится независимый народный репортаж вот я все что вот связано с природой так и казусами города мы это все ослеживаем и выставляем в интернет значит на общее обозрение чтобы люди которые именно с душой относятся к природе мало приходят оставили отзывы летом побольше а зимой очень мало ну это понятно зима сугробы там а вот например весенний сезон начинается летний сезон начинается уже природа раскрывает свою душу ну тоже гадят посмотрите там загажено гадят конечно конечно вот так люди собрать и почистить ну вот понимаете я хочу какое дело сказать вот когда например этот значит дендрарий был на балансе у лесхоза было лучше было лучше так вы видите какой дом где тот и себе карман положил какой дом а вот там за воротами это он как раз с хозом был в смысле это дендрарий вот наверное была этого начальника наверное вот вы знаете кто-то себе в карман положил вот по этой дороге вот вот с ее стороны вы видите большую знаете какое вот по этой дорожке пойдете это значит человек такой который непосредственно касается вот этого сына и он сейчас никто ничего не касается просто его продали наверное за бесцену кому-то вы знаете как у нас воровали все это женщин вот я хочу сказать тут много полезных вообще растений растений вот я об этом непосредственно выкладывал в интернете что тут значится миллион салишки полезных всех растений если перечислять тут не хватит целого дня перечислять потому что я знаю вот это вот место это вот кедра это вот молодой кедра молодой кедровый так скажем это деревья они удают насколько я знаю он плодоносит раз в год но хочу что сказать если сохранить все вместе с этим вот тут прекрасная зона прекрасная зона отдыха там все за грибами ходят ну почему нет когда сезон идет я находился так правильно хотят очистить и сделать наверное ход за деньги и бесплатные ну нет если знаете если охраняться будет хорошо хорошо охраняться будет я с удовольствием буду платить за это место потому что понимаете а сейчас потому что молодежь она ни к чему не подготовлена она растет кое-как вы согласны с нами потому что я где-то в каком-то месте находился в притче это если ничего увидите это понятно ну ладно здоровья всего и помог ну вот знаете я вам скажу про Илья Щевича ничего не читали вот мы так знаете вы знали про него что-нибудь есть про кого Илья Щевич кого-то это все руками кого все это конечно Илья Щевич это все возрождал отовсюду привозил он эти деревья посадки семена он сколько труда-то положил а тут был я уже сюда хожу вообще а мы же там не смогу с ними нет а не смогу а то что у вас то сейчас превратили это слезы ну ладно здоровья вам всего хорошего побольше всякие губы 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 Продолжение следует...